Далекая от совершенства законодательная база, на которой строится реализация программы капитального ремонта, дает течь. То там, то здесь. Жители дома номер 51 по улице Камерный переулок дождались своей очереди. Капитальный ремонт кровли уже должен был завершиться, но проблема в том, что желающих приступить к работам не нашлось. Этот факт пугает жильцов пятых этажей, особенно с приближением осеннего ненастия. Подробности в нашем сюжете. Все делаем сами. Они не могут наши нужды. Ни региональный фонд, ни управляющая компания, они не в состоянии наши нужды решить. Потому что, значит, это я должна без оплаты лазить и интересоваться. А тот, кто деньги получает, у них нет ни материалов, ничего. Пенсионерка Людмила Ширикалова по нескольку раз в неделю поднимается на крышу. Старшая по дому не обязана это делать, да и годы не те. Только она привыкла ко всему подходить ответственно. Чего не скажешь о большинстве коммунальных служб и других организациях. Документы на капитальный ремонт кровли Людмила Ширикалова подготовила. Подписи жильцов собрала. В региональном фонде ее заверили. Вот видите, стопка документов. Через два месяца вам будут делать вашу крышу. Через два месяца я приезжаю 1 августа. Никто не выиграл тендер. Дом разрушается. Пошла эта чернота. Надо проверять, что там. Вентиляционные вообще все забиты колодцы. У дома 1972 года постройки – мягкая кровля. Она может прослужить и 50 лет при благоприятных условиях. Но в данном случае все сложилось совсем наоборот. Во-первых, резкоконтинентальный сибирский климат с обильными осадками. Во-вторых, крыша из рубероида требует своевременного устранения образовавшихся дефектов. Но здесь длительный застой и бездействие коммунальщиков. Поэтому год назад изрядно прохудившуюся крышу в прямом смысле прорвало. Люстра висела у нас. Отдали за люстру 6 тысяч. И она у нас... Патроны взорвались. Мы ее сняли. И год мы уже теперь без света. Замкнула проводку. У нас вообще во всей квартире не было света. Мы поменяли проводку. Сделали как бы ремонт вроде как. Вот после этого уже потекло по всей квартире. И теперь у нас все эти ведра стоят, как идет дождь, стоят все. А здесь вот у нас ведро не подставишь, поэтому отечет через окна. И оно вот так вот стекает, уже затоплен четвертый этаж. Муж Валентины Мартыновой, Виктор Петрович, показывает фотографии. Хозяева квартиры запечатлели настоящий потоп во время дождя. Бывший профессор Омского вуза теперь на инвалидности. Проблемы с легкими. Воздух здесь спертый. Дышать трудно. И здоровому человеку. Валентина Михайловна обратилась в управляющую компанию. На днях ей ответили, что над квартирой рабочие заделывают трещины и пробоины. Они что там ползком что ли уходят? Я обошла весь дом, посмотрела, никаких рабочих не было. Вот оно валяется, так оно и валяется, их инструменты. Даже теплого очага нет, где они должны битум разогревать. Латание дыр не спасет ситуацию. И капитальный ремонт мягкой кровли – это более длительный технологический процесс по сравнению с другими видами покрытия. Однако жителям этого дома нужна надежная крыша, за которую они регулярно платят деньги. А причины, по которым ничего с места так не сдвинулось, о них можно только догадываться. Здесь, наверное, есть ряд причин, как всегда. Кто-то не хочет делать, может быть, за такие деньги, кто-то не хочет вообще за это браться. Обвинять кого-то в чем-то я тоже не могу, в некомпетентности или в каком-то казнократстве, что называется. Просто, наверное, это какие-то стечения обстоятельств и нежелание кого-то что-то делать. Вот и все. Обычное и банальное. Вот так постепенно превратилось в обыденность элементарное нежелание что-либо делать для простых людей, но при этом регулярно получать деньги. Алла Левина, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.